Я приведу один пример о равноправии и равенстве в нашем союзе. Действующий порядок ценообразования на поставляемый в Беларусь природный газ, тариф, применяемый Газпрому для белорусской стороны на транспортировку газа из Ямал-Нецкого автономного округа до нашей границы, составляет почти 3 доллара за 1 тысячу кубических метров на 100 километров, в то время как внутрироссийский тариф порядка 1 доллара в 3 раза меньше. С учетом этих обстоятельств в нашей стране газ на границе со Смоленской областью обходится почти в 130 долларов за тысячу кубов, а установленная оптовая цена для потребителей той же Смоленской области, субъектов хозяйствования, 70 долларов, почти в 2 раза ниже. Простой вопрос. Как конкурировать в этой ситуации? Спасибо большое, уважаемый Настин Григорьевич. Я думаю, что когда пресса займется другим делом, покинет этот зал, мы подискутируем. У нас это всегда в открытом режиме все делается откровенно и по-честному. Но не могу не сделать одну реплику по поводу тарифов на газ. У нас выработан план движения к 2025 году, когда мы должны согласовать единые рынки, нефть и газы, нефтепродуктов. Что касается сегодняшней ситуации, то она заключается в том, что важен не тариф, а важна конечная цена газа, в которую включается этот тариф. И здесь вы правы. Надо, конечно, об этом думать. Но обращаю внимание на то, что сегодня у Беларуси 129 долларов за тысячу кубов, в следующем году будет 127, а в ФРГ – 250. И это, безусловно, большое преимущество для наших союзников по Еврозес. Хотя, конечно, мы должны стремиться к полной унификации. Но для этого нужно время и другой уровень интеграции между нашими странами. Но это предмет разговоров, переговоров. Мы к этому процессу готовы. Но наш главный партнер, к сожалению, или к счастью, не ФРГ, а Российская Федерация. И наши основные не только партнеры, а и конкуренты и прочее – это россияне. Прошу заметить, я просто напомню, Нурстан Абишович меня поддержит. Если мы производим в Беларуси трактор, БелАЗ, МАЗ и так далее, все говорят – вот белорусская продукция. Чтобы вы знали, в этой белорусской продукции 60-70% комплектующих Российской Федерации. Немало казахстанских, да и со всех стран, но российская. Поэтому главный наш партнер не ФРГ, а Российская Федерация. И нам надо, чтобы были равные условия, прежде всего, нашей братской России и Беларуси. Вот в чем вопрос. И вы правильно сказали. Мы определились до 2025 года выйти на этот уровень. Но ключевое слово в данный момент – чтобы мы шли к этому, а не остановились. Вот в чем. И да, мы будем еще разговаривать, и у меня будет к вам просьба только одна – чтобы мы шли к этому. Если будем идти, так и вопросов не будет. Мы понимаем, что за год это не решить. Так и будет, мы же об этом и договорились, создать документы, которые, по сути, являются планом нашего движения к этой цели, дорожные карты. Но просто я обращаю внимание на то, что сегодня уже наши партнеры имеют достаточные преимущества. Я упомянул ФРГ не просто так. И в Беларуси и не должно быть 250 за тысячу кубов. Но если бы Беларуси не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а формировали бы цену на рыночных принципах, это было бы не 129, не 127, а 200. Вот в чем разница. Владимир Владимирович, мы имеем худшие условия, чем Германия. Я уже об этом не единожды говорил. Вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию. Они 200 имеют доллару, а мы, допустим, 130, потому что туда еще 3000 километров качать надо. Поэтому у них и цена такая. Вот почему. Но если бы была рыночная для Беларуси, не было бы 129 и 127, она была бы под 200. Вот в чем все дело. Но давайте мы уже подискутируем потом в закрытом режиме. Хорошо. Спасибо большое. Продолжение следует.